Зачем власти Лос-Анджелеса покрыли водоем 96 миллионами шаров, каждой стоимостью полдоллара? С чем они боролись, какого результата собирались достичь в этом видео? А пока подписывайся на канал и не забудь поставить лайк. Америка удивляет зачастую весьма неожиданными вещами. Так, например, на территории Лос-Анджелеса располагается водохранилище, гладь которого заполнена 96 миллионами черных шаров. Выброшены они были властями города абсолютно целенаправленно, еще в далеком 2015 году. Они заполнили большую часть водного пространства, и поэтому водохранилище кажется совершенно черным. Такие шары не новинка, ранее их использовали для маскировки водоемов и болот рядом с аэропортами от птиц, которые перестают селиться рядом с закрытым водоемом, а значит и летать в пределах взлетно-посадочной полосы. Что повышает безопасность полетов, попавшая в турбину птица может стать причиной нештатной ситуации. Но водохранилище Айванха Резервуарс в крупном американском мегаполисе Лос-Анджелес заполнили 96 миллионами теневых шаров не для защиты от птиц, а для защиты людей. Сейчас поясню, тут надо связать несколько факторов. Лос-Анджелес – это жаркий южный город, там 185 солнечных дней в году. В водохранилищах хранится питьевая вода, которую дезинфицируют хлором. В воде содержится соединение бора, бромиды. Солнечные лучи, в таком открытом водоеме с активным хлором, запускают реакции синтеза броматов. А это уже канцероген, который может вызвать у людей рак. Так и получилось, предельно допустимая концентрация броматов в воде на выходе с этого водохранилища была выше нормы. После расчетов, самым дешевым решением оказалось убрать солнце, а точнее закрыть поверхность водохранилища теневыми шарами, диаметр 10 см. Они выполнены из пищевого полиэтилена, окрашены в черный цвет углеродом, по сути углем, и немного заполнены водой, чтобы не разлетались с воды от ветра. Срок службы такого укрытия около 10 лет, а стоимость одного шарика полдоллара, что дешевле в целом любого навеса над озером.